МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я уже как-то намекал нашим цифровикам, вообще обществу, что, рассуждая на тему далекую от понимания нашим населением, процентов 90-95, вообще не понимают, что это такое. Мы просто запугиваем население и молодежь, не разъясняя им о том, что же такое цифровизация, что же это за чудо такое, откуда оно взялось. И другая тенденция – все больше и больше количество продвинутых людей видят себя только менеджерами цифровых компаний, или занимающихся IT-технологиями и так далее. Но я намекнул на то, что землю пахать, гайки точить, создавать машиностроение, продукты машиностроения и прочее, прочее, прочее. Это еще останется надолго, если не навсегда. Хотя цифра пронизывает все отрасли, и это в том числе. От этого мы не уходим и уходить не собираемся. Но, тем не менее, надо в этом ворохе, естественном, объективно сложившемся, идеи и действий разобраться. Особная увага – подрихтовцы кадров, на что будучи университет и различены. Створать его БДУ, БДУ-ИР и Парк высоких технологий для подрихтовки специалистов экстра-класса. Причем ключевым спонсорам могут выступить резиденты Парка высоких технологий. Такая ВНУ дозволит рихтовать работников под конкретные задачи. Президент поднимал подобную инициативу. Университет может стать выдатной пляцовкой и маяком для поляпшения всей системы адукации. Это будет наша попытка готовить в этом ВУЗе, наверное, специалистов очень высокого уровня. Это не будет большой прием абитуриентов. Мы планируем на первоначальном этапе около 180 только принимать на обучение. Плюс к этому мы хотим сделать гибкость программ обучающихся, потому что сегодня настолько меняется наш мир, создаются новые профессии, новые специальности, которых вчера еще не было и которым надо готовить. Так само не в Забаве плануется великая нарада по усих питаниях лишь бывой трансформации краины. Керанюк державы подкреслив, что вылучать IT как особенный сектор экономики – неправильно. Только усполучение усея звезды системы дозволит досягнуть якосного финансового скачка. А это активное укоренение лишь бывой технологий у промысловость, агросектор и другие сферы. Это же относится и лишь бывизации краины. Больше серьезная роль должна быть ответить и профильному Министерству Сувязи, чтобы жители Беларуси могли не просто понимать само понятие информатизации и информационных технологий, но и чувствовать эффект от новаций. Шастя, когда в жизни есть, кого называть Матулей. В День Мати с этим кранальным и важным святом Жаншин веншавало керавництво в области. Радостное и хвалюющее мероприемство произошло в Громадско-культурном центре. На его приехали коля сорока жихарок Гомельщины. Больше, как полов из них, сегодня, по часу речистостей, отримала ордены Мати. Ніні Михалькевич, 38, она из Гомеля. Дома Матулю ждут семеро детей. Старейшему – 13. Молодший народився месяц тому. Жаншина каже, что николи не уявляла себе господиней такой великой семьи. Максимум, узгадывая, думала народить троих. Але со заявлением кожного наступного все больше докладно разумела. Чим больше детей, тем больше допомоги и чулых людей побачь. Тем больше старейшие зараз вельми отказно допомагают растить маленьких. Каждый характер разный ребенок. Кто-то халерик, кто-то флегматик. Но с помощью Бога я говорю, что это все возможно. И принимаешь каждого ребенка с радостью. Дар новой жизни вижу действительно. Со Жлобина на уручение ордена мати приехала Алла Чакс. В родном городе працует санитаркой центральной районной больницы. Разом с мужем выховывая шестерых детей. Самому дорослому – 13, молодшему – два с половой. На питание журналистов, что самое тяжкое у такой круглосуточной працы, губляется. А вот про радость и материнство отказывая за хвото. Самое приятное, когда дети приходят и говорят, мама, ты самая лучшая, самая любимая у нас мама. Это самая, не знаю, самая хорошая радость, наверное, в жизни. Когда есть семья большая, когда все собираются, праздники. Это очень хорошо. Колькость шмадетных семей в регионе повеличивается с каждым годом, прикладно на 6%. Зараз их на Гомельщине свыше 17,5 тысяч. А мальтысяча пар выховывая пятерых и больше детей. Всюолета льготные кредиты на обладательство жилья отримали полторы тысячи шмадетных семей. Больше 11 тысячам призначенный семейный капитал. От лица областного исполнительного комитета, от областного совета депутатов, я всех женщин поздравляю с таким замечательным, дорогим для нас праздником, праздник, который для нас является таким знаковым. И благодаря участию наших женщин мы видим поддержку государства и выражаем слова благодарности за то, что нас воспитали. Поэтому с праздника всех наших уважаемых матерей и бабушек. Сегодня ордены отримали 22 шмадетные мати из разных куточков Гомельщины. Усяго такую узнагороду мают амаль полторы тысячи жихарок региона. И все ж таки самая напевно каштовная узнагорода. Это счастливое материнство и махшимость каждый день отримывает широе признание любови от своих детей. И с радостью дарить их взамен. Марина Джала, Валерий Хапанько, Телерадо, компания Гомель. С днем мати сегодня веншовали женщин и представители областного объединения профсоюзов. На масштабные мероприемства запросили у Гомельский драматический театр. Удельницами святочной встречи стали каля 400 жихарок региона. Организаторы подрихтовали для их шмат цікавых сюрпризов. До початку мероприемства можно было наведать тематичные выставы, почастоваться кандитерской продукции, альбо зробить фото на память у специальной кабине. Кульминация свята – урушение диплома у переможцам фотоконкурсу, заховывающие семейные традиции и веншование от керавництва профсоюзов. В адрес колопотливых мать гушать самые теплые и пересчетные слова. Очень приятно, когда чтут, чествуют. Мама – это вообще святое и всем женщинам приятно. Отрадно, конечно, что в этом году не один праздник, когда мы можем поздравить наших женщин, их несколько, и один из таких праздников сегодня. Я хотел бы от себя лично, от Севогомельского областного объединения, сказать сегодня самые теплые слова в адрес мам, женщин. Это, наверное, тот самый главный человек для любого. Протягиваем тему. Веншование со святом сегодня отримали и те, кто выполняет роль мамы для детей, которые опынулись в больнице. Волонтеры «Червоного крыжа» наведали с подарунками отделения, где няне доглядают сирот. Пять женщин из четырех установ Аховы здоровья Гомеля, Речицы, Жлобины и Мазыра на певный час становятся самыми родными людьми для детей, которые застались без опеки батьков. Почас лечения в больницах няне-мамы допомагают малым и дурать им матча на тепло и ласку. Бо все дети мают потребу у любови и не повинны отшивать себе самотными. У меня сейчас деток находится, четыре человека, очень, конечно, вот. Девочка одна уехала у нас на обследование в Минск. Сегодня мы ее только отправили. Детки, конечно, у нас находятся очень долго, потому что, когда оформляются, они в детский дом малютки. Детки все очень хорошие. Детки такие наши, мы их очень любим, заботимся о них, вот, чтобы им было хоть немножко тепла от нас. Вот, медперсонал тоже очень хороший, врачи тоже замечательные. Доброченный проект «Червонога крыжа. Няня за мест мамы» реализуется в области с 2016 года. Только за этот год няню мамы доглядали больше, чем 350 детей. За их неценную працу, теплые слова подяки и веншавание. Волонтеры «Червонога крыжа» так само передали светочные паштовки мамам, которые в этот день, разом со своими немовлятами, находятся на стационарном лечении. До веншавания удалучились наставники-новушенцы Гомельского державного медицинского колледжа. Они серо самых активных удельников мероприемства усяго святочного тыдня. Выезжали на посадку Дреу на аллее Мати, проводили консультации по догляду за немовлятами. Некольки конкурсов организовали и в стенах своей установы. Например, сегодня-новушенцы поспробовали себе у роли батьков, спевали колыбельное и опронали дитя. На Пляцовце-Побыч с колледжем прошла акция по телефону Мати. Будучие медики раздавали проходжим флайеры с закликом выказать добрые слова самым родным людям. Я думаю, что не много людей бывает забывают. И мне кажется, нужно напоминать об этом, потому что если не напоминать, кто же тогда это сделает. Допустим, те же самые медицинские работники, организовывая какие-либо акции, они помогают матерям в уходе за своими детьми. То есть более тщательно относятся к данным праздникам. И именно поэтому нужно, мне кажется, принимать эту участие, чтобы напоминать людям о том, что есть такие праздники и что нужно поздравлять. У всех людей мама – это самое дорогое, что есть. И поддерживать их, помогать им как-то – это самое главное, что вообще надо делать. Напереды Дни дня матью Беларуси подвели выники четвертого республиканского конкурса «Семья года». В финале сустрелись семь лучших семей из всех регионов. Переможцей стала семья Миколаевых из Могильова. У представников нашей области гоноровое другое место. Шмадзетная семья Никитиных, которая проживает в агрогородку Поколюбича Гомельского района, выховывает две пары двойняток. В 2003 году родились сыны Дмитры и Дементий, а в 2006 – девчонки Алиса и Эльвира. Быть батьками четверых детей вельми цикава, бо шмадзетность мая на увазе шмадзадачность, признается журналистом «Мама Надея». И она – актриса Гомельского державного театра «Лялек». Семейные клопоты поспехово сумещают с разноплановыми ролями у спектаклях, театральными репетициями и гастролями. Батька працует контролером чагуночного отдела Департамента Аховы Министерства Унутренных Справ. У распорадку дня детей – учеба, тренировки, споборництвы и выступления. Усе шосьвера займаются спортом, акробатикой и водным полом. Дом великой и дружной семьи можно называть смелым местом, где пануют безмежная любовь и повага один до одного. Добруш, отзнашив 76-ю годовину вызволения от немецко-фашистских захопников. Подчас митингу на мемориальном комплексе отбылся районный этап патриотичной акции «У славу агульной перамоги». Земля, собранная у 40 местах похований, была смещена у агульную капсулу. Память воинов, які отдали життя за вызволение краины, ушановали хвилиной молчання. Акция проходит по усею краине, а завершить свое шесте – у день святкования 75-ти годзе перамоги. Капсулы из усіх регионов зместять у крипту храма помніка у гонор усіх святых у столицы. Будет там і земля з Добрушського краю. Это здорово, когда есть такие акции, когда ребята из местных школ узнают о местах захоронений еще раз, кто там захоронен, сколько воинов в этих братских захоронениях, почему именно на этом месте находятся захоронения, какие сражения проходили в этом месте, либо это госпиталь здесь находился. Наша капсула, капсула Добрушского района, где собрана земля со всех братских могил, за большая честь для наших жителей, будет размещена в крипте храма памяти всех святых в городе Минске. Почас войны на фронтах и у партизанской боротьбе загинули больше за 10 тысяч мясцовых уродженцев. На території района у братских могилах похова на колядзвюх с половой тысяч советских воинов и мирных жахаров. С кожным годом прозвища на абелисках становится больше, пошуковые работы не спыняются. Десятого костричника были перезахованы останки яше пяти червонармейцев. Три человека красноармейцы были похоронены, подзахоронены в братской могиле деревни Демьянки, где они были эксгумированы, то есть в районе этой деревни. И один человек в братской могиле Лятцы и в городской Ажгоне. Протягнулися урочистости на центральной площади Добруша. А тут ушановывали лепших жахаров города в разных номинациях. Добрушанином года назвали боксера у Ладислава Смягликова. В 2019 году спортсмен стал серебряным призером других европейских гольнях у Минску. Прославляю наш маленький город. Про него слышат, знают. Это приятно. И то, что меня куда-то приглашают на какие-то события, это уже большой плюс для меня. С початком отяпляльного сезона МНС усмачняет профилактичную работу за ладарами приватных домов. На выходных супрацовники областного управления наведалися даже хоров у Луковского сельского совета. Особливую увагу надали стану пячного отяпления. Угутерцы с господарами нагадали про небезпеку угарного газа. Отпрацовать парадок деяния у выпадку надзвычайной ситуации и навыки по використане першасных сродков пожаротушения жадающие могли на специальной навыкшальной зоне осерой дзебеспеки. Пляцовка разгорнулася каля сельского дома культуры. Для юных же хоров выратовальники подрихтовали тематичные гульни и конкурсы. Православная церква означает сегодня великое свято. Покров про Святой Богородицы. По народных прикметах у гэты день в осень сустракается зимой. Звычайно, з'являвся перший иней, показывающий на близкость зимовых холодов. Однако надворья на гэтым тыдне незвычайно добрые. Соправдная бабина лето. В регионе будет каля 20 градусов выше за нуль и без опадков. До речи и ночи будут теплыми до 13. По попередних прогнозах, истотное похолодание в Беларуси чекается только в листопаде. Гэты и иншая новинка вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресе www.tvrgomil.by. На гэтым выпуск завершенный. Дякую за увагу и до встречи у эфиры. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. По факту ДТП, произошедшего в минувшую субботу в Гомеле управлением Следственного комитета, возбуждено уголовное дело. Около 11 вечера автомобиль БМБ, двигавшийся по Советской в сторону площади Ленина, сбил троих пешеходов на тротуаре. Водитель и одна из трех попавших под колеса женщин погибли на месте. Две пострадавшие доставлены в больницу. Одна из них сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. Три женщины, возвращаясь домой по улице Советской, после встречи попали под колеса БМБ 740, который выехал на тротуар на огромной скорости. Сбив пешеходов возле летней террасы ресторана, автомобиль врезался в металлический столб. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и судебные автотехнические экспертизы, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего. Погибшая 42-летняя зауч средней школы номер 21. Ее подруги, тоже педагоги, попали в больницу. Скорая помощь ехала на другой вызов, но медики моментально отреагировали на происшествие и провели перераспределение. После того, что такое поступило к нам 12-го числа 20-30 в состоянии травматического снука с множественными скелетными травмами. На данный момент ей оказаны все необходимые оперативные пособия. Продолжается интенсивная терапия, определенная ИВЛ. Пациентка в сознании станет расцеленной как тяжелая стабильная на данный момент. Второй пострадавшей повезло больше. Ее автомобиль задел по касательной, оставив только гематому на ноге. Женщину в тот же день отпустили домой. Водитель автомобиля погиб в результате тупой сочетанной травмы тела. В процессе судебно-медицинской экспертизы трупа были изъяты биологические среды для соответствующих исследований. Выводы о наличии алкоголя и других веществ можно дать после окончания соответствующих исследований. 21-летний гомельчанин не раз попадал в поле зрения госавтоинспекции. За три неполные года водительского стажа он 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе и за превышение скорости. Полихачить он не любил, даже снимал соответствующие ролики и выкладывал в социальные сети. На видео он мчится на огромной скорости по той же советской, только с другой стороны, напрочь игнорируя красный свет светофоров. Вероятнее всего, такая манера езды по ночному городу и привела к этой трагедии. Так это или нет, мы сможем узнать по результатам экспертиз и окончании следствия. Чтобы выяснить те обстоятельства, следователи обращаются к гражданам, ставшими очевидцами этого ДТП, а также обладающими записями видеорегистраторов, сообщить об этом по телефонам, указанным на ваших экранах. К другим происшествиям. Еще один пешеход пострадал в минувшие выходные в Мозере, чья в этом вина сейчас разбираются инспекторы ГАИ. Накануне около 9 вечера 26-летний водитель, управляя автомобилем Ауди А6 и двигаясь по бульвару Малинина со стороны улицы Гагарина в направлении улицы Притыцкого, совершил наезд на 43-летнего пешехода. Пешеход находился в нетрезвом состоянии, пересекал проезжую часть в непосредственной близости от пешеходного перехода, при этом не был обозначен световозвращающими элементами. В результате наезда он получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован. ГАИ рекомендует пешеходам обозначать себя в темное время суток фликерами и проявлять максимум внимания при пересечении проезжей части. За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрировано 5 пожаров. По версии спасателей, два из них могли произойти путем заноса постороннего источника зажигания. В ночь на понедельник в деревне Козелужья Хойникского района горели штабели леса. В результате пожара повреждено 225 кубических метров древесины. А в Чечерске также, возможно, из-за поджога уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие нежилого дома. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Проводятся проверки. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Сборная Гомельской области выиграла командный зачет Кубка Беларуси по боксу. Турнир проходил в Гомеле. У девушек победительницами турнира стали Анастасия Бушенкова, Антонина Аксенова, Яна Бурима и Алина Вебер. У Ольги Прибыльской серебро. В состязаниях мужчин у наших атлетов два золота. В финалах победы одержали Рамил Алиев и Виктор Чварков. Серебряную награду завоевал Денис Лопушанский, бронзовый Александр Халаева и Мила Алиева и Александра Мельниченко. В командном зачете второе место заняла команда «Минска». На третьей строке итогового протокола «Витебская область». Состоялись три поединка шестого тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Столичная «Динамо» БНТУ со счетом 6-0 обыграла Щучин. Шесть голов на своей площадке в матче с Аршанским Витеном пропустил и Светлогорский ЦКК. Ответила светлогорская команда двумя голевыми ударами. Гомельская БЧ в шестом туре принимала у себя Минск. В первом тайве новичок высшей лиги, сформированный из молодых игроков, держался. Однако во втором опыт железнодорожников сказался. Команда Дмитрия Камека победила 7-2 и пока возглавляет таблицу чемпионата. Ближайший преследователь железнодорожников столицы свой матч шестого тура против Гомельского ВРЗ проведет позже. Дата пока не определена. 30 команд будут бороться за награды 30-го розыгрыша второго по значимости республиканского турнира по мини-футболу Кубка Беларуси. Пять дружин представляют Гомельскую область. В доме футбола состоялась жеребьевка турнира. В 1-16 финала Речицкий апгрейд ждет в гости Гомельскую БЧ. Светлогорский ЦКК встретится с земляками из дружины Липтон. Гомельская ВРЗ отправится в Несвеж, где за путевку в следующий раунд сыграет с местным ФлексиПро. Поединки 1-16 финала пройдут в ближайшие выходные 19 и 20 октября. Победитель турнира станет известен 5 января. Состоялись поединки 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу в 1-й лиге. Речицкий спутник на домашнем газоне был сильнее Пинской волны 3-0. Игроки Светлогорского химика на выезде не смогли поразить ворота столичного НФК. Свои же ворота получили 2 гола. Программу 24-го тура 16 октября закроет поединок между Сморгонью и Гомельским локомотивом. В турнирной таблице железнодорожники на третьей строке спутник на пятой, а химик на одиннадцатой. Лидирует Белшина и Смолевичи. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин.